Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ACBC передача «Экономика дня» и я, ее ведущая, Елена Косолапова. Тема сегодняшней передачи будет развитие безналичных платежей. О том, какие инновационные решения в этой сфере внедряются в Азербайджане, а также о том, чем отказ от наличной оплаты выгоден для потребителей, бизнеса и экономики страны в целом, нам расскажет генеральный директор Азерикард Фарид Гулиев. Он у нас в студии. Фарид Мелем, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли, согласились ответить на наши вопросы. И хочу начать с такого вопроса. Сегодня в Баку стартовал 5-й международный банковский форум. Насколько я знаю, вы были среди участников, среди спикеров. Расскажите, пожалуйста, что это за форум, почему он важен, какие вопросы там обсуждались? Добрый вечер, Елена. Да, на самом деле, сегодня стартовал 5-й международный банковский форум. Много было очень интересного, что обсуждалось там. Далее, я думаю, что мы более детально можем поговорить о том, какие темы там были отмечены и так далее. В первую очередь, там, со своей призмы хотел бы отметить, что считаю, это мероприятие, оно уникальное. Уникальность, на самом деле, заключается в том, что это мероприятие сосредотачивает экспертизу всего рынка. И более того, уникальность заключается в том, что там сосредотачивается экспертиза не только локального рынка, но и международных экспертов и так далее. Вот сегодня там в наш пандемийный период, когда не так там легко путешествовать и так далее, но в зале сегодня можно было там заметить иностранных гостей, с которыми и нам посчастливилось там пообщаться, да, с некоторыми. И в основном, конечно, там обсуждались темы там безналичной экономики, вопрос там развития нашей, развития темпа безналичной экономики и какие меры предпринимались за последний код-2 в этом направлении и какие были результаты. Было очень много интересных выступлений спикеров и особенно, наверное, нужно отметить выступления регулирующих представителей регулирующих органов, руководства регулирующих органов, где были там подведены какие-то промежуточные итоги вот всех тех мероприятий, всех тех там государственных программ, которые говорят о развитии там безналичной экономики там в целом. Вот как вы отметили, основной темой этого форума было безналичные платежи, безналичная экономика. Давайте побольше остановимся на этой теме. Насколько я знаю, во многих странах Европы, развитых странах, наличные платежи практически сошли на нет. Допустим, в Норвегии, Швеции, в Исландии практически не пользуются наличными деньгами, все оплачивается онлайн, безналично. Скажите, почему, как вы считаете, почему это важно, почему это удобно, почему все больше и больше потребителей переходит именно на безналичные платежи? Вы знаете, да, абсолютно верно. На самом деле, вот в тех странах, которые вы отметили, там рост безналичной экономики, он там произошел, и объем безналичной экономики там довольно-таки на таком серьезном уровне. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, в той же Швеции, там порядка 98, не то 99 процентов безналичная экономика занимает. Но мы все знаем, что это все не происходило там в течение одного дня. Это происходило там в течение долгих лет, и, конечно же, там была создана очень большая такая серьезная платформа, комплекс мер и так далее. Если будем говорить о том, почему это все там произошло и каким образом люди сегодня могут там пользоваться этими услугами в тех странах и там дальше поддерживать рост безналичной экономики, мы можем там отметить момент всего того, насколько всех тех благ, которые создают все эти там безналичные инструменты, у которых очень большая пенетрация сегодня в тех странах. А в тех странах, то есть, если мы говорим о том, что в этих странах объем безналичной экономики, это там порядка 98-99 процентов, соответственно, там очень большая пенетрация вот этих там безналичных инструментов, оплат, и, соответственно, там люди, те, которые там потребители, конечные потребители, которые пользуются всеми этими инструментами, они и дальше педалируют в развитии этого направления. Ну, а все-таки ведь запрета на наличные платежи там нет, то есть при желании, в принципе, люди могут это сделать, но, тем не менее, они отдают предпочтение именно безналичным платежам, то есть, видимо, они видят в этом выгоду для себя, удобство для себя. Вот в чем это? Вот вы знаете, вот я могу, наверное, дать ссылку еще сегодня на выступление одного из спикеров из сегодняшнего форума, это там представитель Мастеркарта, который отметил очень интересный момент в развитии вообще там потребительского поведения конечных потребителей, да, то есть, сегодня как это меняется, есть ли дать возможность конечным потребителям, гражданам, пользоваться там во многих сферах, во многих отраслях инструментами безналичных платежей, и в частности, если дать эту возможность в общественном транспорте, то это говорит о том, что больше, то есть, уже уйти от этих инструментов будет очень сложно, люди не будут сами уходить, то есть, вот это уже протоптан определенный путь, вот это там изобретенный велосипед, где мы видим, что это происходит таким образом в тех развитых странах, в которых это все происходило, и также это все отражается там в той же Швеции, Норвегии и так далее. То есть, люди видят очень большой потенциал и очень большие удобства. Вот мы, например, можем привести очень много примеров из бытовой нашей жизни, да, когда мы говорим о том, что, например, там, утром мы вышли там на пробежку, там, со смарт-часами, там, с умными часами, и у нас там нет ни кошелька, там, может быть, там нет ни телефона и так далее. То есть, обычно, наверное, во время там утренней пробежки, там, никто там кофе себе не заказывает, да, но если уж там очень захотелось там заказать кофе, можно, то есть, сегодня вот эти инновационные платежные инструменты ушли, вот эти же там смарт-часы и так далее, то есть, можно этими умными часами там оплатить там свою покупку или оплатить там какую-то там другую услугу и так далее, да. То есть, вот после того, как, то есть, почему я, на самом деле, привел этот пример для вот большей ясности, да, для нашей аудитории, чтобы было понятно на обывательском уровне, как, вот, после того, как ты сам чувствуешь, вот, там, конечно, потребитель там чувствует, вот, эффект, там, благо все, которые там создают эти инструменты, потом уже сложно с этого уйти уже в наличную экономику, да. А в чем преимущество безналичных платежей для страны, для экономики страны? Почему все больше и больше правительств и в нашей стране, и в других странах стараются стимулировать вот этот переход с наличных платежей на безналичные? Ну, в этом тоже, на самом деле, есть очень много, есть очень много того, почему это происходит, и мы можем назвать там несколько причин этого. Одной причиной мы, наверное, можем назвать, одно это точно то, что это уменьшает, то есть переход на безналичную экономику уменьшает издержки по управлению всей этой наличностью. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это, конечно же, опять-таки, вот, из того же эффекта, который получили все те страны, у которых довольно-таки серьезный прогресс произошел по безналичной экономике, из всей этой практики мы видим, что в этих странах, то есть там тоже нужно, наверное, разделить на развивающую экономику и на развитую экономику, то есть в развитых экономиках это может отражаться в позитивную сторону в увеличении ВВП на 1%, а в развивающихся странах, то это там ВВП может увеличиться аж там больше 3%. То есть это, на самом деле, гигантские цифры, если там в денежном смысле смотреть на вот все эти там проценты от ВВП. Соответственно, для страны есть большой, очень большой плюс, есть очень большая там финансовая выгода. Кроме вот оптимизации всего, там, всех процессов и так далее, есть очень большая финансовая выгода от этого. Кроме того, уходит уже в историю или же уменьшается очень серьезно вопрос для теневой экономики, или же там происходит, там возникает очень такая благоприятная конъюнктура для управления и для вот расследования всех там финансовых там преступлений и так далее, вот когда там все уходит в призналичной экономике. Из-за этого, то есть правительство, как там и там во всех странах мира, так и там правительство нашей страны стимулирует там разные программы там придумываются, инициативы там на государственном уровне, да, для вот продвижения всех, для продвижения всех мероприятий, которые должны отразиться в конечном итоге в увеличении безналичной экономики все-таки. Да, но есть обратная сторона всего вот этого развития безналичных платежей. Чем больше безналичных платежей, тем больше мошенничества онлайн, когда мошенники пытаются похитить средства с наших карт. Вот что делает Азерикард, какие меры принимает, чтобы обезопасить своих клиентов? На самом деле огромное количество, конечно, то есть вот в последние годы, там, тем более в пандемийный период мы видели неимоверный там рост транзакций, да, безналичных транзакций в соответствии с этим, и очень большое количество увеличений мошеннических каких-то операций. Если говорить там про Азерикард, то у нас есть очень много там превентивных мер, которые мы предпринимаем на уровне там систем и так далее. Более того, есть там у нас служба там 24 на 7, которая в онлайне постоянно там следит за нездоровой активностью. Есть свод прописанных алгоритмов, которые постоянно дают какие-то warning нам о том, что какие-то там сигналы нам о том, что там нужно там обратить внимание на ту или иную там транзакцию, или там на определенный там бассейн тех или иных там транзакций. И мы постоянно там в этом направлении, конечно же, там развиваемся. И если там мы уйдем в историю, посмотрим там исторически, как это там все происходило, происходили ли какие-то там большие фрод-кейсы там в Азерикарте, то мы увидим, что в принципе их не было в каких-то там таких там больших размерах, никаких там особых серьезных проблем с этими никогда не было. Но это не говорит нам о том, что мы должны там останавливаться в этом направлении, так как мы понимаем, что с появлением новых платежных инструментов появляются, благо, люди креативные, и вот в то время, наверное, когда мы с вами там сидим, общаемся, какая-то там группа людей придумывает там новые схемы, да, там каких-то там преступлений и так далее. К сожалению, это так, мы от этого не убежим. И чем больше там будет пенетрация вот тех этих там безналичных инструментов, безналичных платежей, тем больше будут возникать вот эти угрозы. И, соответственно, мы в этом направлении постоянно сосредоточены и направлены на работу, на проактивную работу, на опережение, так как иначе мы будем постоянно расследовать какие-то фрод-кейсы, чего нам делать очень не хотелось бы. Мы хотим, чтобы там наши конечные потребители спали спокойно в то время, когда мы следим за их транзакциями. А что могут сделать сами потребители для того, чтобы себя обезопасить? Потому что это прекрасно, что компания этим занимается, но, тем не менее, каждый должен для себя тоже что-то делать и на что-то обращать внимание. Какие советы можете дать? Да, абсолютно верно. Вы подметили очень интересный момент. Почему? Потому что, если мы посмотрим на все эти мошеннические операции, вообще на все эти фрод-кейсы, мы увидим, что очень мало кейсов, когда это все происходило в результате каких-то серьезных кибератак. Или же все эти кибератаки и так далее, они все очень быстро там пресекаются, расследуются, и повторение их, оно там не бывает настолько часто. Но в основном все эти мошеннические истории, все эти мошеннические схемы, они там происходят из-за того, что люди сами не следят за своими средствами. Есть такое устойчивое выражение, цифровая гигиена. То есть, вот эта цифровая гигиена, то есть, когда человек должен, это не только там платежные инструменты и так далее, это в принципе, то есть, вот в интернет-пространстве должен там постоянно следить за этими вещами. То есть, менять наши там пароли, следить за паролями, не ставить там легкие пароли и так далее, и так далее. Вот за всеми этими вещами нужно очень четко следить. И сегодня, вот у нас, если мы будем говорить там у нас в стране, то очень большое количество мошеннических операций, где просто люди там злоупотребляют доверием конечных потребителей, там звонят, берут вот транзакционные эти смс-ки, которые там отправляются со стороны там банков, там процессинговых центров и так далее. Люди до вечера там передают, и это все. И потом там, соответственно, там происходит там хищение этих средств и так далее. То есть, нужно быть очень внимательным вот ко всем этим пунктам. Там нельзя там делиться с вами. Пин-кодом. То есть, это, вы знаете, то есть, это на самом деле азбука, которая должна быть. Может быть, то есть, почему вот в развивающихся странах это происходит больше? Наверное, потому что ну, априори не было той конъюнктуры, где там люди все-таки там больше были бы проинформированы про это. И все-таки, то есть, у нас в стране тоже, то есть, это все очень растет там семимильными шагами, да, развивается это индустрия, это направление. И обычному обывателю, обычному там конечному потребителю, ему там сложно понимать и там уследить вот все эти там новые какие-то там схемы. Может быть, то есть, из-за этого я вот предполагаю, что, то есть, может быть, там в будущем, может быть, там на будущее и так далее, было бы там правильно, там подходить к этому вопросу уже системно, потому что это, на самом деле, приобретает такой довольно-таки обширный характер системно. То есть, в частности, может быть, это все должно даже включаться уже в какие-то там учебные программы и так далее, для того, чтобы люди понимали, потому что со своими средствами там нужно следить, так как, то есть, мы понимаем, что в последующие там десятилетия и так далее это направление, оно будет серьезно увеличиваться. То есть, мы все-таки, наверное, не будем уходить там в сторону наличной экономики, все-таки, там будем уходить в сторону безналичной экономики, соответственно, то есть, нужно, необходимо будет вырабатывать вот иммунитет, необходимо будет вырабатывать правильное отношение людей вот к обслуживанию своих там личных средств, когда они просто не будут. То есть, сегодня для того, чтобы, если вот возвращаясь к вашему вопросу, да, для того, чтобы пресечь большую часть этих мошенничных операций, достаточно не передавать эту информацию, которая пришла по смс-ки, незнакомцу, которая представляется сотрудником банка. Вот если люди делают это, то есть, большая часть мошеннических транзакций, она там просто перестанет существовать. Вот настолько банально все. То есть, нужно повышать финансовую грамотность населения. Однозначно. Вот для тех, кто не попал, не успел, не смог попасть на форум, расскажите вкратце, вот что это за инновационные инструменты, какие из них уже применяются в Азербайджане, и какие их преимущества, почему ими стоит воспользоваться тем, кто еще это не сделал? Смотрите, да. Инновационные, то есть, когда мы говорим об инновационных инструментах оплаты, то есть, под это понимание можно подвести очень много там инструментов, каких-то там ноу-хау и так далее. Когда мы говорим об этом, мы понимаем те инструменты, когда мы даем возможность конечному потребителю произвести оплату без наличия физической карты. То есть, в этом случае идентификатором оплаты может быть где-то в зависимости от кейсов. То есть, это может быть индивидуальный идентификационный номер гражданина. В каких-то случаях это может быть государственный регистрационный номер автомобиля. То есть, например, я скажу один кейс, когда там конечный потребитель заезжает на заправочную станцию, заправляет там горючее, считываются его номера, там камеры считываются его регистрационные номера, костномера, и на фоне происходит вот эта оплата, и конечный потребитель вообще там ничего не замечает и так далее. Сейчас такое возможно в Азербайджане? Сейчас такое возможно, только не в заправочных станциях. Мы это реализовали в пилотной фазе в международном аэропорту Гейтара-Лива. В 2019 году мы запустили пилотную фазу, и там можно сегодня заезжать со своим автомобилем, выезжая с автомобилем из паркинга аэропорта, то есть считываются там номера, считываются номера, и на фоне там производится оплата, и там конечный потребитель там абсолютно транспортированно выезжает и так далее. То есть это мы запустили в 2019 году пилотную фазу, сейчас мы активно начали, перешли уже там к первой фазе вот этого проекта, и нацелены запустить вот эту первую фазу до конца второго квартала следующего года. И в рамках вот этого проекта, и по некоторым даже там госплатежам, по некоторым там госуслугам, возможно, будет произвести оплату только по своему идентификационному, по идентификационному номеру гражданина. И вот... Как это будет работать? То есть это потом будут списываться деньги с карты? Да, это списывается, то есть человек там подходит в какой-то там центр обслуживания граждан, условно там получает какой-то там документ, и за него, естественно, там он оплачивает, там должен оплатить там какую-то энную сумму, и эта энная сумма оператор задает ему, но, естественно, там до этого он регистрируется в соответствующей системе, где привязывает свой идентификатор, вот в этом случае идентификатором является его идентификационный номер гражданина, идентификатор привязывает к платежной карте, и, соответственно, оператор задает вопрос, что хотите ли вы оплатить этим методом, когда он получает добро на это, производит оплату, оплата происходит там на фоне, и это в зависимости там от разных кейсов, это может там... там уходит какое-то всплывающее окно в приложении у конечного юзера, у клиента, да, и он там одобряет вот эту транзакцию, и транзакция происходит. То есть это будет распространяться пока на государственные услуги? Нет, не только на государственные услуги, в том числе на государственные услуги, в том числе на государственные услуги, то есть... На какие еще услуги? Смотрите, то есть одно из направлений — это госуслуги, другое там направление — это там заправочные станции, да, парковки и так далее. То есть это первый этап, который там будет охватывать вот все эти направления. А дальше, то есть мы сегодня, на самом деле, сосредоточены именно в тех отраслях, где есть массовость этих транзакций, и где мы можем обеспечить безопасность этих транзакций и удобство. То есть вы представьте ситуацию, то есть мы сегодня все знаем, какая ситуация там происходит на заправочных станциях, да. То есть мы подъезжаем на заправочную станцию, там просим оператора принести нам там посттерминал, он просит там другого своего коллегу, который... То есть это поможет ускорить процесс. Да, который там в это время обслуживает там другого клиента и так далее. То есть это серьезно ускоряет там процесс, и, соответственно, то есть от этого будет происходить и увеличение объемов бизнеса, да. То есть это, на самом деле, не просто удобство. То есть для клиента это удобство, а для мерчанта, для торговой точки это увеличение бизнеса, это увеличение потенциала бизнеса, потому что мы увеличиваем пропускную способность. Фарид Малим, еще такой вопрос будет. Насколько я знаю, недавно были внесены поправки в закон о безналичных платежах. Расскажите, пожалуйста, что это за поправки, что меняется? Да, о заправках... Сори. Поправка. Да, о поправках в этот документ, там на самом деле охватывается не только... там, на самом деле, охватывается не только карточные транзакции, в том числе карточные транзакции. И все те поправки, которые там были сделаны, они предполагают увеличение безналичных платежей. Там определенные лимиты на наличные платежи. Например, после этих поправок невозможно будет уже в каких-то торговых точках, в рознице, купить бытовую технику свыше энной суммы. Я точно цифры не помню. Там около двух тысяч в одном кейсе, там около десяти тысяч в другом кейсе. И, соответственно, там нужно будет уже безналично оплачивать вот все эти там покупки. Это, то есть, к чему приведет? Это, конечно же, приведет к увеличению там безналичной экономики, к улучшению прогресса в этом направлении. А мы там... То есть, это и затрагивает там в лучших тонах и интересы Азерикарда, так как мы понимаем, что там конечный потребитель, который подходит для покупки там бытовой техники, он, скорее всего, там не будет переводить со счета на счет. Он, скорее всего, там достанет свою зарплатную карточку или там другую кредитную карточку, которая и оплатит вот эти там товары, услуги и так далее. И, соответственно, это приведет однозначно к увеличению. И эти все меры, то есть планомерные меры, системные меры, которые подточены, которые направлены для увеличения, для улучшения ситуации по безналичной экономике. Скажите, пожалуйста, у вас есть информация по поводу того, как изменился объем безналичных платежей за последний год? И в каких отраслях они наиболее популярны сейчас? Если мы будем говорить там по стране, опять-таки я, наверное, в этом вопросе дам ссылку на выступления сегодняшних спикеров, представителей регулирующих органов, руководства Центрального банка Азербайджана, в выступлении которых было отмечено, что за последний год было увеличение доли безналичных платежей на 30%. Это на самом деле огроменный такой там рост в этом направлении. Наверное, пандемия сыграла определенную роль. Пандемия сыграла, да, серьезную роль. Я даже вам приведу там другую статистику, там статистическая платежная система. В первые три месяца пандемийного периода увеличились на 40% транзакции безналичных платежей и бесконтактных платежей. Что это означает на самом деле? Потому что в пандемийный период все-таки люди начали предпочитать бесконтактные платежи, вообще там бесконтактные сервисы, бесконтактные платежи и так далее. И это все очень благоприятно на самом деле влияет на нашу индустрию. Ну, то есть, в принципе, мы тоже представители населения земного шара, соответственно, мы тоже там недалеко ушли от всего этого. И у нас, в принципе, тоже там похожие тренды, они однозначно там идут. И это тоже, в принципе, не может не радовать. А для тех, кто еще не так активно пользуется безналичными платежами, вот расскажите, пожалуйста, какие бонусы есть для тех, кто платит безналично? Сегодня на рынке, насколько я знаю, очень много интересных стимулирующих компаний, которые нацелены на увеличение всех этих оплат. Вот недавно мы запустили Apple Pay. И, насколько я знаю, вот даже для стимулирования вот всего, всех там этих инструментов, сегодня там на рынке есть стимулирующие программы, которые там возвращают аж до 20% от всех транзакций. Это тоже, конечно, какие-то там очень интересные стимулирующие программы, так как это расходная часть, расходная статья для финансовых институтов, так как все-таки невозможно там заработать сегодня в одной транзакции такую большую маржу, сколько там возвращается сегодня конечным потребителям. Это все делается для того, чтобы стимулировать развитие этого направления. И сегодня, если там подытожить, сегодня однозначно, то есть вот для конечного потребителя однозначно намного выгоднее пользоваться безналичными инструментами платежей, нежели наличными. То есть это финансово выгодно. Есть очень много там разных программ, там разных банков. У кого-то что-то лучшее, у кого-то там какие-то другие параметры, там чуть похуже, чуть получше. Но в целом это намного, конечно же, там финансово выгоднее. Фарид Малим, большое спасибо, что к нам пришли. К сожалению, передача наша на этом заканчивается. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». У нас в гостях был генеральный директор Азерикард Фарид Гулиев. Он рассказал нам о развитии безналичных платежей в Азербайджане и применяемых в этой сфере инновационных решениях. А я, Елена Косолапова, на этом с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин